В рамках региональной научно-практической конференции состоялся профессиональный диалог, который позволит найти решение актуальных вопросов образования, опираясь на наставничество. Плодотворный обмен мнениями помог участникам конференции найти новые идеи, которые пригодятся в дальнейшей работе. Региональная научно-практическая конференция под названием «Исследовательская деятельность в образовательном пространстве региона» торжественно открылась в 12-й средней школе. Она стала площадкой для представления и апробации научных и практических разработок, обмена опытом, знаниями и практиками по вопросам развития наставничества в образовании. Каждому, кто начинает свой путь в профессии, нужен человек, который поделится с ним своими наработками и поможет стать настоящим профессионалом. Что касается наставничества, то оно было и будет всегда. Старшее поколение передает свой опыт молодым специалистам. Главное, чтобы это желание было обоюдным. Глава Славянского района Роман Сенеговский обратился к участникам конференции с приветствием, отметив большую роль образования в развитии нашего муниципалитета. «Я уверен, что сегодня подготовили очень важные вопросы, исследовательские работы в отрасли образования. Я считаю, что это очень нужная отрасль, как и все наши отрасли. Мы стараемся всем направлениям деятельности уделять в Славянском районе особое внимание, потому что это очень важно, чтобы динамично и синхронно развивался район. Мы должны работать буквально во всех направлениях. Я вот хотел бы просто еще остановиться на том, что в нашем районе, вы знаете, много школ, много садов. Есть вот, спасибо, что вы поддержите, развиваете наш университет, филиал университета. Это очень приятно, город молодежный, перспективный. Кто-то у нас остается, работает, и Славянский район всегда рад встречать своих студентов». Председатель Славянской районной организации профсоюза работников народного образования и науки России Зинаида Колотенко подчеркнула, что именно благодаря наставничеству передаются от поколения к поколению педагогов прекрасные традиции образования и ценный опыт. «Когда пришла молодым учителем, молодым специалистом в школу, у меня была твоя наставник. И я считаю, благодаря им, наверное, чего-то в жизни смогла добиться. Это наставник, это не значит указывать путь молодому учителю, куда ему идти. Нет, в трудные минуты поддержать, подсказать, где-то прошлить, наверное. Это очень, эта тема очень даже важна сегодня. И очень хорошо, что с нами сегодня в работе принимают участие студенты». Руководитель филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани Ольга Леус сказала, что наставничество является приоритетным направлением в образовательной политике. Потребность возрождения этого института активизировала ряд общественных инициатив, таких как Объединение наставников, Национальный ресурсный центр наставничества, Союз наставников России. «Сегодня мы постараемся актуализировать проблемы наставничества, рассмотреть деятельность наставника и поговорить о том, что отличает его деятельность от любой другой деятельности, которой мы занимаемся. Конечно, важны и условия для института наставничества, его эффективного функционирования и развития в нашем районе. В зависимости от среды, области деятельности, формы мы будем выбирать различные и говорить о них сегодня, они разнообразные, такие как учитель-учитель, студент-ученик, учитель-ученик, учитель-студент, преподаватель-студент. В современном мире увеличивается количество многообразия образовательных услуг и образовательно значимых социальных практик». Были заслушаны пленарные доклады представителей отрасли образования, где тема наставничества была освещена детально. «Наставничество, как и многое другое в педагогической деятельности, это живое дело, поэтому это движение будет реальным, если им проникнутся все – и люди старшего поколения, и молодежь». Во время конференции были проведены интеллектуальные викторины, круглые столы, открытые лекции, конкурсы, семинары, практикумы, научные мероприятия на факультетах и кафедрах. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Андрей Вишневский, Георгий Клиники-